В России существует более 3344 нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы коррупции. Этому посвящена большая часть нашего нормативно-правового ландшафта. Приведу пример региональных актов. Например, Санкт-Петербург в 2008 году, даже чуть раньше, чем вышел закон о противодействии коррупции, уже свой закон принял о дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге. Есть указы президента о мерах по противодействию коррупции. Есть основной закон о противодействии коррупции, которым только что мы с вами упоминали. И есть, конечно же, в Москве о мерах по противодействию коррупции закон. Есть указ о плане мерах противодействия коррупции в городе Москве. Указ о национальном плане противодействия коррупции, который еще действует 2018-2020 года. Приведу пример из свежих ведомственных нормативно-правовых актов, касающихся борьбе с коррупцией. Это приказ Роспотребнадзора от 26 марта 2021 года. Утвержден план противодействия коррупции в Роспотребнадзоре на 2021-2023 годы. Ну и существуют подобные планы у других государственных органов. Могу привести дополнительные материалы. Это памятка прокуратуры. Что нужно знать о коррупции? Посмотрите на ее сайте. Ссылка есть. И методические рекомендации по вопросам организации антикоррупционной работы в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях и различных других образованиях управления, подготовленные они Минтрудом. Коллеги, смотрите, пожалуйста, посмотрите. На первый квартал 2021 года число преступлений коррупционной направленности выросло на 18,7%. Вот в данном случае стоит об этом задумываться, потому что это очень свежая информация и действует она в сравнении с предыдущим периодом, аналогичным периодом прошлого года. Кроме этого, в сравнении с предшествующим годом, также на 18,7% увеличился массив преступлений коррупционной направленности. Посмотрите, до 11 900 преступлений. Об этом также говорится в официальных источниках. И в структуре этих преступлений около половины приходится на факты взяточничества, где совокупный массив их впервые за 5 лет превысил отметку в 5 тысяч. Посмотрите, пожалуйста, за год их число выросло примерно на 20%. Имейте в виду, что даже за 10 тысяч взятки есть уголовная ответственность. И соответственно статистика имеется. У кого остались вопросы, уважаемые коллеги, я прошу не стесняться задавать. У нас есть руководитель департамента партнерских отношений Национальных ассоциаций Compliance Александр Юрьевич Громов. Вот его координаты. Если вы можете нам рассказать о каком-то вашем интересном опыте в вашей организации, либо более подробно получить комментарий, если вдруг сегодня не услышали ответ на вопрос или не прочитали презентации, то, пожалуйста, обращайтесь. Обращайтесь для того, чтобы мы с вами были более соответственны, чтобы мы с вами в необходимой достаточной степени каждый в своей организации, в своей жизни сформировали систему должной осмотрительности, систему антикоррупционного поведения. И распространяли ее не только в организациях, но и среди наших родных, близких и передавали их своим детям, воспитывали таким образом новые поколения правильно живущих людей. Субтитры создавал DimaTorzok